Ребятки, всем огромный привет! С вами Сергей и канал Ассистенс ТВ. В прошлых видео мы с вами делали катану, нож выживания, обыкновенный пистолет, пистолет с курком, мини-пистолет из спички и бумеранг. В этом видео я вам предлагаю еще один пистолет, против которого вот это все оружие просто не устоит. Я уверен, что этот пистолет вам понравится и с ним в домашних боях из бумажного оружия вы останетесь лидером безусловно. Как вы только что видели, пистолет действительно мощный и обладает большой потенциальной угрозой для противника. У него сразу 4 патрона, поэтому вам не придется долго целиться, играться и вы сразу сможете вырубить одним выстрелом. Как вы видите, он просто вышибает, ребята, он очень мощный и имеет сразу 4 ствола и вылетает 4 пули. Для того, чтобы сделать такой крутой пистолет, нам с вами понадобится бумага формата А4, канцелярские резинки, линейка, ножницы, маркер, скотч и термоклей. Термоклей, ребята, по желанию, можете использовать просто скотч, если у вас нет термопистолета, если есть термопистолет, то это здорово, пистолет получится немножко мощнее. Вы все мне, парни, заняты, поэтому я постараюсь сделать все как можно быстрее, но в то же время понятней. Смотрите, изначально вам понадобится какая-то ручка или маркер, чтобы скрутить, вот так берем лист бумаги в длину, трубочку. Нам понадобится 4 таких трубочки, это будет ствол нашего 4-зарядного пистолета. Берем вот так вот и скручиваем. Когда мы скрутили нашу трубочку, нам необходимо при помощи скотча проклеить вот эти вот края, ну, чтобы трубка не разворачивалась, это ясно. Вот мы сделали нашу трубочку, теперь таким вот движением достаем наш маркер, если он у вас не выпал, просто чем-то тонким протолкните, и он у вас вылезет с обратной стороны. Теперь, друзья, нам необходимо сделать 4 таких вот трубочки. С вами вышло 4 таких трубочки, они совершенно одинаковые и одинакового диаметра внутри. Нам их с вами нужно вот так вот теперь склеить, чтобы у нас получилось вот таким образом. Склеивать можете, ребята, по 2 трубочки, скотчем, при помощи скотча обмотать и склеить. Либо можете взять термопистолет, как я вам говорил, и проклеить это все термопистолетом друг до друга. Если будете клеить термопистолетом, то получится немного прочнее, так как скотч немножко все-таки будет подшатываться. Вот, термопистолетом будет лучше. Но перед тем, как склеить эти трубочки, я вам посоветую взять кусочек сразу какой-то бумаги, у меня вот такой небольшой кусочек синей бумаги, что-то тонкое, это может быть кисточка, шпажка, и сделать вот такую, значит, обмотку. Точно такую же трубочку, только короткую и тонкую. Сейчас вам расскажу, для чего, ребята. Вот, смотрите, значит, вышла такая трубочка, потонше она, конечно, несколько раз, чем вот эта. И нам нужно отсюда отрезать 4 ровных части, друзья. Смотрите, зачем мы это сделали? Потом, когда мы будем натягивать резинку, нам нужно будет за что-то ее цеплять, за наш ствол. И вот сейчас мы вот эту маленькую штучку, маленькую трубочку, приклеим вот сюда вот, возле самого края этой трубки, вот таким образом. Можно это сделать опять-таки скотчем или термоклеем. Я вот эту крошечную трубочку буду клеить при помощи скотча. И вот теперь, после того, как мы приделали вот эти вот штучки по бокам, мы ложим наши палочки, чтобы вот так они были, эти штуки. И в середине проклеиваем термоклеем. Вот так, значит, у меня вышло. И теперь я их склеиваю, вот эти трубочки, между собой. Вот здесь вот. Оп, и получится такая у нас система, четырехствольная, ребят. Дальше нам следует, после того, как мы все склеили, взять листочек вот такой и складывать его пополам. Еще раз пополам. И еще раз пополам. Пока у нас не получится с вами вот такая вот у него. Здесь, значит, три сантиметра ширина. Вот такая вот. Теперь нужно взять листок и сделать еще две таких же трубочки, как мы делали в самом начале. С этих трубочек мы будем делать рукоятку. Десять сантиметров я отмерил здесь и здесь. Разрезаем напополам. И эту трубочку тоже напополам. И теперь таким же способом, как мы делали и со стволом, нам нужно склеить четыре трубочки. Друг к другу, чтобы получилась рукоятка. И мы вот таким способом ее потом приклеили вот сюда, вот, ребят. То есть нужно взять и склеить. Вот так вот под углом, значит, приклеить нашу рукоятку. Чтобы она не ровно была, можете, в принципе, и ровно сделать, как хотите. Можете вот так вот под углом. Тогда будет, ну, поинтереснее. Для этого необходимо взять ножницы и срезать вот так вот, чуть-чуть под углом наши трубочки. Все, угол сделали. Все ровняем. Теперь, когда прилажем, у нас получается такой угол. При помощи термопистолета вклеиваем сюда нашу рукоятку. Мы, значит, нашу рукоятку приклеили. Теперь берем вот этот лист бумаги цветной, как я и говорил вам. Прикладываем его вот сюда. И будем вот так обклеивать. Здесь обклеим, обвернем и обклеим здесь. У нас с вами получится цветная такая крутая рукоятка. Берем термопистолет. Либо скотч, клей, чем угодно, ребят. Наносим его и приклеиваем нашу бумагу. Она как раз будет для декора служить и тем самым она укрепит нашу конструкцию и наша рукоятка будет держаться прочнее. Дорогие друзья, наш с вами пистолет практически готов. Осталось сделать только поршня и спусковой механизм. И все. Смотрите, как это делать мы будем. Нам необходимо взять лист бумаги, взять пасту с подручки, так как она тонкая. Нам это и надо. У кого есть шпажка такая деревянная, это еще лучше. Берем пасту и от угла, вот отсюда, начинаем на пасту наматывать наш лист. У нас должна получиться с вами тонкая-тонкая трубочка. Вот что у нас вышло. Такие 4 трубочки. Значит они будут входить сзади и выходить спереди. Прикольно я сказал, да? Ставьте лайк. Короче, что вам нужно сделать? Смотрите, они должны быть короче вашего пистолета. Ну буквально на вот так. Потому что здесь вы будете вставлять патрон где-то сантиметра на 2 короче. И здесь сантиметра, ну не знаю. Короче, сейчас я вам все покажу и вы поймете. Это будет быстрее, чем я буду объяснять. У трубочки обязательно должен быть передний край ровный. То есть вы его ровно должны отрезать и должно получиться все четенько. Дальше вы берете резинку, этот край трубки. Также подрезаете и берете, делаете загиб, вставляете сюда резинку. Этот загиб показываю ближе, чтобы всем было ясно. В прошлых видео у вас почему-то не получалось хорошо закрепить резинку. Смотрите, вы сворачиваете буквально пару сантиметров трубочки, вставляете сюда резинку и вот эти вот пару сантиметров, которые здесь есть, приматываете при помощи скотча. Тогда у вас Порше никуда не денется и будет все круто и четко, ребят. Это я вам гарантирую. Проматывайте. Все, лишний скотч отрезаем. И смотрите, ваша резинка здесь при больших нагрузках будет оставаться. Она никуда не вылетит, ваша трубка будет гулять. Вот мы сделали 4 палочки. Вот эти 4 поршня с резинками, они будут входить вот сюда. Все 4 штуки резинками на эту сторону, ребят. Все они, значит, входят и получается у нас 4-х зарядный пистолет. Он, в принципе, уже готов. Для того, чтобы стрелять, необходимо вот эту резинку закрепить вот сюда вот за мушку. Раз. Два. Три. Каждая за свою мушку, значит, цепляется. Четыре. У нас с вами готовый пистолет. Теперь сюда можно вставлять патрон, оттягивать вот так. И он будет стрелять. Но чтобы сразу 4 стреляла патрона одновременно, необходимо их склеить до кучи, чтобы при одном вашем натяжении выскакивало сразу 4 поршня. Что нужно? Смотрите. Необходимо здесь по вот этому вот внутреннему диаметру подобрать такой вот кусочек трубочки и приклеить к нему поршня, чтобы когда вы оттягивали, оттягивали сразу 4 поршня. Ну вот и все. Наш с вами 4-ствольный пистолет готов. Необходимо теперь резинки на каждый свой ствол одеть. Четыре штуки. Раз, два, три, четыре. И все, ребята. Теперь держим за рукоятку, отводим и бросаем. У нас получается выстрел. Патроны делаются тоже из бумаги. Вот таким образом скотчем все сюда, значит, вставляем четыре патрона, отводим и стреляем. Деньги. Возвращая. Вот так. Вот так. Возвращая. Возвращая. Ну вот так. Возвращая. Без голову. А, конечно. Хорошо. Три. Три. Субтитры сделал DimaTorzok